Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша играет, подпишитесь, нажмите на колокольчик и поставьте лайк этому видео, если оно вам понравится. А поговорить я хочу с вами о шпионаже в Сидмерс Цивилизейшн 6. По какой-то причине игроки частенько на шпионов забивают, а это на самом деле очень мощный инструмент, с помощью которого вы можете получить неплохие плюшки и бонусы. Тем более, что по сравнению с пятой цивой, по-моему, шпионы и их возможности только улучшат, потому что в пятой обычно шпионов делали для того, чтобы засвечивать города противников, смотреть, что он там производит. В шестой же шпионаж позволяет делать намного-намного больше. Ну, проговорю банальные вещи, что максимально в игре вы можете получить 6 шпионов, а Франция за Екатерину Медичи, Черную Королеву на одного больше, 7. Открываются шпионы в основном в цивиках, хотя один есть и в технологиях. Вообще, изначально первого шпиона вы получите после открытия дипломатической службы, потом в национализме, идеологии и в холодной войне это в цивиках, то есть те, что открываются через культуру. В технологиях есть только одна технология, которая дает пионы, это компьютеры. Но для Франции, естественно, замк, в которых они получат дополнительного шпиона. И есть одно здание в правительственной площади. Когда вы принимаете правительство второго уровня, вы сможете построить разведывательное управление. Оно мало того, что дает дополнительного шпиона, так еще и все шпионские операции имеют повышенные шансы на успех. Шпионами вы можете как атаковать, так и защищаться. То есть использовать шпионов как контрразведчиков и размещать их в своих городах. Тут надо понимать, что у контрразведчиков есть радиус действия в одну клетку. То есть если ваш контрразведчик находится в одном районе, то он защищает и все районы в одной клетке от себя. Защищает означает, что у вас появляется повышенный шанс поймать вражеского шпиона, который проворачивает свои темные делишки в тех районах, которые находятся под защитой вашего контрразведчика. Шанс не стопроцентный. Я видел, как контрразведчик третьего уровня не ловил шпиона в первого уровня, но тем не менее, этот шанс точно выше, чем если бы там вашего шпиона не было. Более того, таким образом ваш контрразведчик может прокачиваться. Если он ловит вражеского шпиона, то получает уровень. Я думаю, что с контрразведкой все понятно, тут ничего сложного нету, просто защищаете те районы, которые вам важны. Обычно в конце игры это космопорты, промышленные районы, иногда центры города, чтобы не выгоняли губернатора. А вот с атакой все намного интереснее и вы таким образом можете получить неплохие бонусы, потому что в городах соперников можно проворачивать много различных операций. Ну, во-первых, отмечу, что нельзя после последних патчей отправлять шпионов к союзникам. Это, конечно, нелогично, потому что как раз у союзников проще всего шпионам и действовать, и в реальном мире так и происходит. Но по механике игры я согласен, потому что раньше, благодаря тому, что шпионов можно было отправлять к союзникам, именно на союзников и проще всего было нападать. Поясняю. Ну, во-первых, возможные операции, которые ваш шпион может проворачивать в городах соперников, зависит от тех районов, которые в этом городе есть. Но самые основные работают в центре города, который, собственно, в любом городе имеется всегда. И если первая операция, найти источники, просто повышает уровень вашего шпиона на два, и я, в принципе, рекомендую всегда для начала находить источники, особенно если у вас шпион первого уровня, то вот второй операции под названием перлюстрировать почту мало кто пользуется, и именно из-за нее запретили отправлять к союзникам пиона. Что делает перлюстрация почты? Она увеличивает дипломатическую видимость на единицу или на два, если шпион выше первого уровня. Что такое дипломатическая видимость? Это параметр, от которого зависит, сколько и насколько подробная информация будет доступна через слухи. В интерфейсе игры этот параметр называется уровнем доступа. Всего есть пять уровней дипломатической видимости, первый из которых доступен сразу. То есть в дальнейшем в игре вы можете повысить уровень дипломатической видимости на четыре. Каждый уровень этой самой дипломатической видимости начинает вам показывать что-то у соперника, то, что раньше было скрыто. Там изменения в правительстве, в слухах, основания городов, в дальнейшем найм великих людей, постройки чудес света. Ну вот когда вот в слухах сообщают, что такая-то цивилизация расчистила место для строительства такого-то чуда свет. А в дальнейшем будут сообщать и открытие цивиков, и статус исследованных технологий, и даже создание оружия массового поражения или какие-где губернаторы в каких городах сидят. Но, повторюсь, для войны даже не это важно, а то, что уровень видимости дает также так называемые разведданные о передвижении противника. На самом деле так называется, а в игре это реализовано помощью дополнительного урона. Каждый ваш уровень видимости больше, чем у соперника, дает вам дополнительно три урона каждому вашему юниту. То есть, если у вашего соперника против вас первый уровень видимости, а у вас второй, то все ваши юниты против него получат плюс три. Именно поэтому, находясь в союзе, а союзники обычно это соседи ваши, что делали игроки? В течение союза отправляли шпионов, накручивали уровень видимости, то бишь бесконечно перилюстрируя почту, а эта операция не имела шансов на провал. И в итоге объявляли войну, имея против вчерашнего союзника очень большой бонус по силе. То есть, этот бонус может быть аж до плюс двенадцати, понимаете? А еще иногда спрашивают, зачем банят Монголию. Дело в том, что у Монголии бонус силы за разведданное о передвижении противника в два раза больше. То есть, у Монголии этот бонус силы может аж быть плюс двадцать четыре. Еще есть некоторый бонус у Екатерины Медичи, потому что она имеет дополнительный уровень видимости против всех цивилизаций сразу же. То есть, у Франции сразу против всех плюс три силы. Это очень важная способность шпионажа, о которой почему-то многие не знают и не используют ее. В войнах индустриальной эпохи и позже разведданное о передвижении противника очень важная штука. Поэтому важно прокачать ваших шпионов к этому моменту, чтобы они хотя бы были второго уровня, чтобы можно было быстро увеличить уровень видимости вашего противника. Вы меня спросите, а что будет, если он и против вас будет увеличивать уровень видимости? Ну, вы будете просто в равных условиях, слава богу. Что касается остальных шпионских операций. Во-первых, хочу отметить, что проще всего и безопаснее прокачивать шпионов через операцию спровоцировать беспорядок. Она дает минус тридцать пять лояльности в городе, в котором эта операция проходит. Но самое главное тут в том, что шанс на захват шпиона в данном случае отсутствует. У вас есть шанс провалить эту операцию, но зато у вас шпион не будет захвачивать. В то же время, как все остальные операции, но опять же, кроме того, что найти источники и переиллюстрировать почту, обязательно имеют какой-то шанс на то, что шпион будет схвачивать. Каких-то особенностей у других шпионских операций, чтобы на них особенно останавливаться, мне кажется, нет. В кампусе воруете ускорение у технологии. В центре коммерции воруете деньги. Единственное, вот жалко, что в шестой цивилизации нельзя те же самые деньги воровать и в гавани. Играете на морской карте, практически везде у всех будут гавани стоять, значит, и деньги нигде шпионы украсть не смогут. Можно отметить разве что повреждение дамбы, потому что это серьезно может подорвать экономику сопернику даже сильнее, чем диверсия в промышленной зоне. Потому что, когда вы повреждаете дамбу, в этом городе происходит наводнение, как если бы разлилась река, на которой стояла дамба. Таким образом, можно очень много районов сразу повредить. Поэтому, в первую очередь, делайте акцент на разрушение дамбы. Если они есть у ваших соперников. Как проходит успешность шпионской операции? Сначала проверяется, смог ли шпион провести операцию или не смог. Если выпадает, что не смог, то тогда проверяется, поймали его или не поймали. Но перед этим вы должны выбрать, как шпион будет убегать из города. От этого, собственно, и зависит шанс его поимки. Самолетом, лодкой, машиной или пешком. Для самолета, лодки и машины в городе должны быть, соответственно, аэропорт, гавань или центр коммерции. Как сказано в описании, полиция скорее проверяет аэропорт и гавань, и вероятность побега там ниже. Зато и скорость возвращения домой выше. Самое медленное убегание – это пешком. Но зато и шанс, что поймают таким образом ниже. Вообще, Фераксис славится с довольно странными шансами в своих играх и процентом успешных операций. Хотя бы вспоминается, как всегда, XCOM со своим 95% шанса попадания в инопланетян и потом 5 промахов подряд с таким шансом. Так и здесь, на самом деле, я бы сказал, что у шпионов что-либо выше 80% считается более-менее нормальным шансом на успех. Поэтому и разведывательное управление такое хорошее здание, потому что оно этот шанс очень неплохо повышает. Неплохие есть карточки и для ускорения шпионских операций, и для понижения вражеских шпионов и увеличения уровня наших шпионов. Но проблема всех этих карточек в том, что они ставятся в дипломатический слот, которых обычно не так уж много, и вам приходится выбирать между этими карточками, либо, например, карточками на улучшение от каравана. В эпохе будущего есть в социальных политиках карточка для выбора любого повышения для шпионов. Но, по моему ощущению, она появляется довольно поздно. То есть, к этому моменту у вас уже либо все шпионы прокачаны, либо вам они уже не нужны особенно. Можно еще поговорить про повышение как раз шпионов. Ресса есть такая карточка. Но там все просто. Есть повышение на все типы тайных операций, которые увеличивают уровень шпиона для этой конкретной операции, и, соответственно, увеличивают его шанс эту операцию провести успешно. Кстати, обратите внимание, что больше, выше 90% шанс ни на одну операцию никогда не повысить. Такой вот предел. То есть, у любого шпиона всегда есть шанс на провал 10%. Очень неплохо иметь какого-нибудь контрпиона, который именно на этой прокаче, когда он находится на вашей территории, то уровень всех вражеских шпионов снижается на один. Но в целом вот эта рандомность прокачек не очень позволяет планировать развитие ваших шпионов. Мне нравятся универсальные прокачки лингвист, который ускоряет время выполнения заданий на 25%. Маскировка, которая позволяет мгновенно обосновываться во вражеском городе. И водитель аз, который в случае поимки увеличивает вероятность пробега на 4 уровня. В принципе, все важное о шпионах, мне кажется, я рассказал и сделал акцент на тех вещах, которые очень важны в игре, а игроки их упускают и не часто пользуются. Если же я все-таки что-то упустил, то, конечно, дополняйте меня в комментариях. Может, еще есть какие-то секреты шпионских операций, которые даже я не... А на этом все. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео. И, конечно же, играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok